окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате приключения капитана блада игра которая была очень долго в разработке и должна была выйти еще в 2010 году но так и не вышло и уже не выйдет но вот совсем недавно в сети появился финальный билд этой игры работоспособный билд в который можно поиграть я минут 10 примерно его уже протестировал он действительно вполне работает без каких-либо проблем в него действительно можно играть и я даже решил не просто посмотреть на эту игру я решил ее полностью пройти так что запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы начинаем новое прохождение не вышедшей игры сразу же скажу что в игре есть несколько проблем проблема первая это неудобное управление но об этом я вам чуть попозже расскажу играть я буду на геймпаде он вполне работает но проблема лишь в том что здесь неудобно расположили скажем так кнопки управления и вторая проблема это баланс в целом противники все нормальные но вот есть один всего лишь один противник который полностью убивает баланс игры из-за которого играть нужно только на первом уровне сложности иначе это будет просто дикая попа боль как говорится поэтому начинаем на уровне плова сложности игры простая я пробовал нормальный уровень сложности и вот этот противник о котором я вам тоже расскажу в итоге портит все полностью портит впечатление где-то в карибском море 17 век пираты готовятся к абордажу раздать матросам оружие этим карасиком будем рвать глотки круче к ветру шевелись якорь вам глотка на борту баба из благородных за отцу брать живьем потом решу что сне делать остальных завод лорейн запись к юти спорим им брюхо левого руля они идут на таран господи помоги не теряйте мужество за англию на мордажу готовь отплавались карасики а 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 Порт Роял, английская колония, несколько дней спустя. Порт Роял, английская колония, несколько дней спустя. Его никто не видел. Ваш ужин, капитан. Мое особое блюдо для почетных гостей. Ага. Приятного вечера, капитан. Ты смотри, какая роскошь. Такое угощение надо хорошенько залить. И в этой дыре не умеют готовить. Что он нам подал? Самую толстую помойную крысу? Я бы сейчас сожрал и крысу. Все силы потратил на этих голландцев. Чтобы я еще раз пожарился на легкие деньги. Кстати, о деньгах. Не чается дело. Капитан, говорить о делах на пустой желудок дурной тон. Да и не ко времени. Я еще и не спустил и третий купеческих дублонов. Да я бы и пальцем не пошевелял. Но тут дельца посерьезнее голландских рейдов. Намечается большая война между Англией и Испанией. А где большая война, Волк, там и большие деньги. Очень большие. Скоро здесь будет ад кромешный. Если не упустим свой шанс, вернемся в Англию королями. Ты это о чем? Хочешь податься к англичанам в каперы? Каперского патента нам не дадут. Хоть ты лопни. С твоим оптимизмом, Волк, только на берегу сидеть. Случай подвернется. Надо только быть наготове. Испанцы! В городе Испанцы! Испанцы! Скоро, Испанцы! Откуда? Испанцы! Откуда они взялись? Господа, мес... Мерд! Волт, ты на улицу. С этим сбродом я справлюсь сам. Раз, собственно, начинается игра. А вот наш Питер Блад. Так, пока что у нас идет обучение, поэтому здоровье у нас, в принципе, не тратится, вроде-то. Получи. Итак, по поводу управления. Смотрите, мы можем бить одной атакой, бить другой атакой. Они немножко отличаются. Мы можем хватать противников, чтобы их добивать. И мы можем защищаться. Также мы можем уворачиваться. Ну вот, что неудобно сделано. У вороты на правом стике. То есть, чтобы увернуться от противников в момент удара его, мне нужно убрать полностью палец на стик. И это занимает довольно много времени, и это очень непривычное решение. То есть, у ворот не кнопка, у ворот именно правым стиком. Так, а больше здесь никого не осталось? Камеру, кстати, мы вращать не можем. К сожалению. А никаких настрой графики в игре, кстати говоря, тоже нет. Ай! Вот не успел увернуться, только что покопались перед осёнями от стик. Меня уже ударили. На тебе! А, у нас уже начало тратиться здоровье вроде, да? Ну это пока что самые простейшие противники. Но при этом очень живучие. Что, ещё прут? Защитим город! На тебе! Ещё прут! Ты посмотри, а! Да не своего хватает! Так, ну с простейшими можно и так разобраться. Вот, вот эти вот самые страшные противники, где мушкетчики. Пока что, пока что, пока что легко. Ой, нет, своего, чё ты своего будешь? Рапира! Или рапира. Хотя разницы никакой не замечаю между оружием. Так, а наш капитан Блаттон рубит всех без разбору. Своих чушь и без разницы. Кто находится на пути, какой рубит. Ой, не-не-не-не-не, его не надо. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас два сундука. Отлично. Не знаю пока, что зачем нам монеты нужны, но пригодятся в хозяйстве. Лишними точно не будут. Так, он снова потерял рапиру, он снова взял свое обычное оружие. Видимо, только на время можно подбирать другое оружие. Так, мы подобрали на бомбу, которую можно бросить. Ай-яй-яй-яй, вот когда их толпа, уже становится совсем непросто. Но пока что все еще идет обучение, у нас здоровье практически не тратится вообще. Мушпетчик! А, вот его еще догнать проблема. Вот видя, как проблема с этими мушпетчиками. И не пускают меня к нему. Испанцы рвутся в ратушу. Там укрылись горожане. Спасем их! Ну, пойдем, спасем. О, сундук, сундук, сундук. Так, а здесь у нас ничего нет. Мы можем, кстати, поднимать предметы, бросать их. Но это довольно долго. Нас за это время уже могут просто пошинковать. Ратуши, скорее! Вот неудобство с камеры. Развернишь ты камеру, куда бежать-то? Испанцы ломают дверь! А, сундук. Подошлут испанцы. Испанцы ломают дверь! Бегу, бегуша, кратуша! А, кстати, мы ведь можем еще и стрелять, но... Я так ни разу это не попробовал, потому что вроде как оно перезаряжается там долго и так далее. Но нужно попробовать. Так, разобраться быстро с мелкими. А потом уже стол с теплым будем. Ой-ой-ой-ой-ой! На тебе бомбу. Ну, а живой все еще. Как стрелять-то? Это что делать? А, это я режим ярости включил, походу. Да, у нас есть синяя полоска сверху над здоровьем. Это режим ярости. Так, а как стрелять-то? Как-то ж можно здесь выстрел сделать. Ой! Извините! Я нашел, как это делается. Да не трогай ты его! Что ты сделал? Взял человека, убил просто так. Одна и та же кнопка. Вот убить человека и открыть сундук. Я сундук открывал. Так, уже два толстяка. Так, не руби ты тех, кого не надо. Добиваем. Есть. Так, тут что-нибудь есть? Сундуки какие-то. А как же. Так, скажется, здесь разобрались. Обратно возвращаться, значит, да? Ну ладно, так. Так, это уже посильнее противники. Ай, мушкетчик. Добивай его. Есть. А в ящиках ничего не может быть? Судя по всему, нет. Только в сундуках. Так, почему ты выкинул рапиру? Возьми еще раз. Мне кажется, она больше подходит по атмосфере, по антуражу. Пока мы тут прячемся, враги захватывают глаз. Так, еще живой-то. О, голову, смотрите, прям как отлетают, а? Покатилась, покатилась. А, твою девизу, вот какой противный стрелок. Стрелок? Эй, нет, своего бить не надо. Да, твою ж, дивизия стреляет этот прикрестный. Есть. С толстяком разобрались. Все, ты мертв? О, нет. Так, скажи, все. Судя по всему, сюда. Испанцы длинули на наши все силы. О. Пушка мощное оружие для расправы с большим количеством врагов. Чтобы встать за пушку, нажмите кнопку B рядом с ней. Для выхода из пушки нажмите кнопку B еще раз. С помощью мини-джойстика понаводитесь на врагов. Стреляйте, нажимая, удерживая кнопку R.T. Ай! Ай! А, я понял. Большому стрелять не нужно. Да твою ж дивизию! Нужно стрелять, когда красное. Большой свет. Ну, давай-давай-давай, стреляй, ну. Да что, кто был здоров? У меня уж и здоровья-то немного. Да что б ты был здоровья-то! Да что б ты был здоровья-то! Да твою ж дивизию! Да дайте мне подойти, да твою ж дивизию! Дайте мне подойти туда! Да, твою ж дивизию не дают мне и все! Дайте мне к пушке достать! Да что б ты был здоровья-то! Дайте мне пострелять нормально! Так, а как здесь вообще лисица-то? Не могу в кого попасть не так. Проги на пирсе! Да твою ж дивизию, ладно, это бес... бесполезно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! У меня не все хорошо со здоровьем, а как здесь лисица я понятия не имею. Ам-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! У меня с этим что-то не там, он сломался! Хе-хе-хе, ну ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ага, мы подбираем лечилочки Они используются автоматически, да? Угу Вооружиться Ух ты Мы взяли какой-то меч Откуда нам надо-то? Атака испанцев захлебнулась Они отступают Захватили корабли, Покал Будет сделано, Капитан Я этим займусь Распеши, я по пределу остальных Глава завершена Ага, то здесь вот так вот делится по главам Ну окей, отлично Продолжаем Пока что очень даже любопытно так Ну за счет антуража, конечно же В интерактивных событиях Результат зависит от ваших действий Чтобы успешно завершить событие Вовремя нажимайте появляющиеся на экране кнопки Если все кнопки нажаты успешно То событие заканчивается благополучно Для главного героя Здесь бьют и ебрут Ага А мы теперь играем за Вот это вот товарищи Ого Какая у него атака интересная Он довольно шустрый персонаж Пропустите меня Ай Те пускай там сражаются А куда мне нужно По твою ж дивизию Еще один стрелок пришел Так у меня все плохо со здоровьем Слушайте Их много Их очень много Так Немножечко Удалось подлечиться Хорошо А что мы вообще должны сделать-то? Кто это там? Наверное нужно всех полностью победить Ай Почему в меня? Ай 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 Ох ты что ж такое-то Ай 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 Надеюсь, ты медленный. Нет, не медленный. Ай, нет, он совсем не медленный. Там можно бочки какие-то в него кидать. Ай! Ну, тут вернуться здесь, конечно же, да, проблема. Да не так кинули. Наверное, так и мучно с ним. Что там, что там, что там, что там мне показали? Наверное, неспроста. И что мне это дало? То, что прибежали еще противники, да вы что? Да, да, твою ж дивизию! Ай, я застрял там. Нет, там стрелок нет. Что я могу сделать-то? Ага, ну, полное здоровье теперь. Так, все, наверх больше не поднимаемся туда, к канату. Действуем только вот так вот. Лишь дубочек хватило. Нет, не пойду я туда. Вот не пойду я. Я знаю, что произойдет, не хочу. У него здоровье не снимается. Да вы шутите? У него здоровье не снимается сейчас. Вообще не снимается здоровье у него, я должен туда пойти. Твою ж дивизию. Ну тогда стрелок придет, все, хана будет. Так, быстро движим сюда. Черт. Да, твоя ж нажимаю казнить этого стрелка. Стрелка. Есть. Да, пропусти ты меня. Фух. Опять туда. Да не хочу я туда, я хочу. Придется, походу. Да, от наших ударов у него здоровье вообще не снимается. Ну, вообще не снимается здоровье теперь. Угу. И че ты сказал? Ой, ее нехорошо. И еще бегут. Так, ты меня ждешь, да? Так, главное, что нет стрелка. Что, опять? Ой, какой злобный. Ой, какой страшный. Ой, какой страшный. Что, больно, да? Глава завершена Пройти в меню улучшения Ну, давайте посмотрим, что это за меню улучшений Казни, удары, улучшения Ну, допустим, улучшения Что-то у нас добавляет место для еще одной бомбы Выличивает ваше максимальное здоровье Пистолет делает два выстрела за раз У нас, кстати, 8000 монет, которые мы можем потратить Ну, что за удары? Комбинация XY Еще, по-богу, запомни все это Да вы шутите? Вот такие вот простенькие комбинации Вот это можно покупать Так, казни Эта казнь наполняет героя гневом Захват Эта казнь забирает у врага не только его жизнь, но и оружие Это простейшее А это позволяет забрать у врага все деньги из жизни Так, ну давайте мы, во-первых, по улучшениям Давайте мы купим вот это Увеличим максимальное здоровье А, есть Ну, вот этот можно купить Так, подождите, или это значит, что он у нас есть уже? С этой печатью справа в углу Это означает, что он у нас уже есть? А, черт его знает На казнь никакой у нас не хватает Ладно, давайте просто оставим на потом А, бухта Порто Роял Утро после нападения Господа испанцы подарили нам прекрасный корабль Не знаю, как насчет подарка, капитан Но этот громил чуть башку мне не оторвал Капитан! Капитан, этот человек был заперт в каюте Кто вы такой? Я Вэлден Лэнгфорд Военный советник британского генерал-губернатора И что же советник губернатора Делает на испанском корабле, напавшем на английский город? Пахнет изменой Клянусь короной, я не предатель Тогда как вы сюда попали? Мы с моей дочерью Лоррейн Плыли из Европы в Порт Рояль Но едва мы вошли в Карибское море На наш корабль напали пираты Они перебили всю команду Их главарь Истерлинг Оставил меня умирать на тонущем судне И похитил мою Лоррейн Скоро меня подобрали испанцы Я ему верю Волф, развяжи советнику лангкорда руки Благодарю вас, капитан Я бы хотел... Во время морского боя Постарайтесь не допустить потопления своего корабля Иначе бой будет проигран Уничтожайте паруса вражеских кораблей И это замедлит их Вражеский корабль по правому борту Вражеский корабль по правому борту Так, и что мне делать? Встать за орудие? Да, твою дивизию Встать за орудие, как это? Вражеский корабль прямо по курсу! Я не могу еще раз выстрелить Прямо по курсу, да? Нужно бегать туда-сюда Вражеский корабль по правому борту Так, минус парус Ой! Вражеский корабль по правому борту Испанская лангкорда слева по борту На черт отбрасывают постоянно Так, слева А, мы можем еще Сюда спуститься Где тут хор? Лодка Да, твою дивизию Вот это вот самое противное Не успеваю выстрелить И не отбрасываю Испанская на борту Вражеский корабль по правому борту Вражеский корабль по правому борту Испанская! Гад, твою дивизию Дайте ж мне Выстрелить так По кораблю-то попало Но толку Ну, давай Да заберись ты сюда Так я сюда не могу дальше попасть Да, чтоб ты был здоров Бомбы мешают ужасно просто Не дают ничего сделать Вражеский корабль по правому борту Ух ты Потопил Отлично Вражеский корабль по правому борту А, не могу левее повернуть Левее не могу повернуть Прогон с этой Да что ты был здоров На Все, потопил Там еще приближаются, да? Не могу правее сдвинуть Да Корабль по правому борту Могите И корабль по левому, а испанция! Море! Море! Есть! Потопили! Так, он не успел бы стрелить. Ой, лодка! Быстрее, быстрее, быстрее! А, не успею же. Ступи, гадов! Испанцы на борту! Ступи, гадов! Вражеский корабль по правому бону! Ступи, гадов! Ступи, гадов! Ступи, гадов! Ступи! Вражеский корабль прямо по курсу! Гадов! Получи! Не, не потонул еще. По правому борту, по левому борту. Да сколько же их? Не могу левее повернуть. Ждать, пока подплывет. Море! Море! О, Сюнбек, я случайно его открыл. Ну, подвесился отлично. Да твою ж дивизию. Да твою ж дивизию, как же это бесит. Ну, попал, попал. О, здесь совсем близко. Ну-ка. На тебе, потопил. Все, нет еще. Так, кажись... Да, все, потопил. Да твою ж дивизию отстань от меня. Это вот, дать ищу пытаюсь. Так, оскорбляли, что мы все потопили? Да. Море! Море! Все? Победа за нами! Отлично, победа за нами! Еще одна голова завершена. Мы опять можем что-то улучшить себе, что у нас там по деньгам. Совсем мало у нас по деньгам. Так, а, мы можем некоторые улучшения покупать по несколько раз. Можем еще одну бомбу добавить. Нам бы еще здоровье лучше улучшить. Давайте вот эту комбинацию. А, мы усиливаем, скажем так, эту комбинацию. Один, два, две печати уже. Можем еще ее усилить. Ну, давайте я ее использую. Все по максимуму, да? Ну, все, денег у нас больше все равно нет. Порт-Роял, английская колония. Два дня после нападения испанцев. Шум, крики, звон клинков, а потом появились вы, капитан. Скажу прямо, я восхищен вашей отвагой при защите порт-Рояля. Хочу сделать вам деловое предложение. Я слушаю. Вы уже знаете о чудовищном несчастье, постигшем меня и мою семью. Да, да, я говорю о дочери, захваченной в плен морскими разбойниками. Их главарь, проклятый Истерлинг. Это исчадие ада наводит ужас на весь архипелаг. Если что-нибудь случится с моей, дорогой Лоррейн, мое сердце разорвется. Поверьте, Блад, я не поскуплюсь. Тысяча золотых, если возьметесь за ее спасение. Неплохие деньги, но и дело не из простых. Вы отправляете меня с командой прямо в волчью пасть. Кроме вознаграждения за услуги, я мог бы замолвить за вас слово перед губернатором. И вы поступите на службу короне на самых выгодных условиях. Насколько выгодных? Двадцать тысяч золотых после победы над Испанией. Пятьдесят тысяч. Но торговаться не в моих привычках, советник Лэнфорд. Хорошо. Я устрою вам такой договор. Вернемся к вашему делу. Где мне искать этого Истерлинга? Я выяснил, где его логово. На этой карте указаны координаты с промером глубин. Остров называется Гиблые Рифы. Раньше там был испанский форт, но теперь он заброшен. Хорошо, этого достаточно. Ждите нас здесь через неделю. Я доставлю вам дочь. Можете готовить салют и выпивку. Огиблая Рифы, пиратская будка, через пять дней пути. Советник не обманул. Как будем действовать? Я с частью команды высажусь на берег и найду дочь Лэнфа. Ты остаешься на корабле. Будешь его охранять. Оставляешь? Да что с ним случится? Пираты даже не подозревают, что мы здесь, а я... Это приказ, и он не обсуждается. Я не стану рисковать кораблем, бросая его без охраны на милость местным головорезам. Ладно, ладно, не кипятись. Я понял. Просто не хотел пропустить добрую заварушку. Так, к нам уже кто-то бежит, ребята, но знаете что? Давайте мы здесь уже поставим на паузу и подведем итоги по поводу этой игры. Что же могу сказать? Немного корявая игра. В том плане, вы сами видели, допустим, размытые ролики, полосы, появляющиеся сверху снизу экрана. Геймплей тоже довольно-таки корявый местами. И очень неудобная камера, которая вращается иногда совсем так, как не надо было бы этого делать. Управление тоже реализовано неудобно. Баланс в игре нарушен. Но тем не менее, почему-то, не знаю почему, мне хочется в нее играть дальше. Я надеюсь, у нас это получится. Я надеюсь, никаких технических проблем с этой игрой не возникнет. Напомню, что это неполноценная игра. Это финальный билд игры в разработке, которую уже не продолжают разрабатывать. И которая уже никогда не выйдет. Поэтому есть, что есть. Только в таком варианте и есть возможность в нее вообще поиграть. Но мне интересно, ребята. Надеюсь, ребята, вам тоже это нравится. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok